Очередное заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону проходит не первый раз без представителей новой энергетики. Заместитель главы Полевского городского округа Павел Казаков рассказал на совещании, что готовится письмо в прокуратуру о том, что новая энергетика не ведет работы по подготовке котельной к отопительному сезону, до начала которого осталось чуть больше двух недель. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести чрезвычайную ситуацию на объекте новой энергетики. Здесь уже откладывать нельзя, остается очень мало времени. Котельная не готовится. Процент 2,15% так и остается. Как обещал в прокуратуре на совещании господин Юльин, собственно, данной котельной, то, что с понедельника начинаются работы на котельной, его обещания в очередной раз не выполнили. В пятницу на совещании у министра ЖКХ энергетики он тоже не присутствовал. Директор Полевской специализированной компании Венер Бигбулатов назвал бездействие новой энергетики преступным, предложил провести комплексную проверку готовности котельной. По его мнению, тревогу вызывает не только запуск этой котельной, но и ее стабильная работа в течение всего отопительного сезона. Нужно принимать самые серьезные меры. Посмотреть вопрос об изъятии этой котельной пока, я понимаю, в оперативное управление муниципалитетом. Такие механизмы и есть, и эти механизмы надо решать с участием Сбербанка, котельной в залоге которого находится. Ну и понятно, не без присутствия, так сказать, правительства и в частности губернатора Свердловской области, поскольку, ну, я уж не буду Владимиру Владимировичу Путину ссылаться, но, наверное, у нас в Свердловской области губернатор Куй выше, хоть Евреев, эту проблему может решить. Что касается текущего ремонта сетей и жилого фонда, то здесь серьезных опасений нет. В основном все работы выполняются в плановом режиме. Выполнение по участку тепловых сетей 75% стало, по участку водопроводных сетей 46%, по участку канализационной сети 92% и по участку сельских котельных 95%. Таким образом, у нас выполнение на сегодняшний день составляет 75% ровно. Мы, этот план, который предусмотрен по МУПу, мы его выполним до начала отопительного сезона. Стоит также отметить, что постепенно снижается задолженность Полевской коммунальной компании перед Северским трубным заводом. За этот месяц она снизилась на 8,5 миллионов рублей. На сегодняшний день задолженность составляет 165 миллионов. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.